Благословение И вот сейчас опять эта же тема, Благословение и проклятие Я еще раз прочту это И там написано, смотрите, Господь дает вам сегодня выбрать Благословение и проклятие Это Второзаконие, 11 глава С 26 стиха Мы перескочим на 12 главу Я хочу разделить следующие на две части Я прочту со второго стиха 12 глава, автор Законие, второй-третья стиха Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим На высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом И разрушите жертвенники их И сокрушите столбы их И сожгите огнем рощи их И разбейте стуканов, богов их И истребите имя их от места того То есть Исраиль, когда он приходит к Исраильу, к Эрце Исраильу То есть он сказал, чтобы уничтожить и уничтожить все что касается к работе Поганской Исраиль получает заповедь Что когда он войдет в землю Исраиля Что он должен уничтожить все Идальское на той земле Продолжаем с пятого по седьмой стих Но с пятого стиха Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш Из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там Обращайтесь и туда приходите И туда приносите все сожжения ваши И жертвы ваши, и десятины ваши И возношения рук ваших И обеты ваши, и добровольные приношения ваши И мирные жертвы ваши И первенцев крупного скота вашего И мелкого скота вашего И ешьте там пред Господом Богом вашим Веселитесь вы и семейство ваше О всем, что делалось руками вашими И чем благословил тебя Господь Бог Твой Вначале Господь говорит Уничтожит все идельское на той земле Если мы посмотрим в шестом стихе То есть как минимум шесть пунктов Шесть жертв, семь Которые должны приносить народы Израиля Вот эти все виды, что здесь перечислены Все сожжения, жертвы, десятины И так далее, эти семь видов Мы должны приносить пред Господом Богом Там, в том месте Это в том месте, где будет присутствовать Господь Бог И там живем и мы На земле С 29 по 31 стихи С 29 стиха 12 глава Когда Господь Бог Твой истребит от лица Твоего народы Которым Ты идешь, чтобы взять их во владение И взяв их, поселишься в земле их Тогда берегись, чтобы Ты не попал в сеть Последуя им по истреблению их от лица Твоего И не искал богов их Говоря, как служили народы сии богам своим Так и я буду делать Не делай так Господу Богу Твоему Ибо все, чего гнушается Господь Что ненавидит Он, они делают богам своим Они и сыновей своих и дочерей своих Сжигают на огне богам своим И из этих стихов мы видим Что Господь указывает Что в принципе весь образ жизни Которые вели те народы Которые населяли землю Израиля Это идолопоклонство И все, что они делали Они служили идолам И Господь говорит, уничтожьте все Чтобы по ошибке даже Вы каким-то образом не воспользовались Или не стали жить как они Вот из этих двух частей Что мы прочитали И хочу сделать перевод на современную жизнь И это тоже очень важно Если вы понимаете, что в мире Это что мы должны делать И обратите внимание именно на нас На верующих То, что мы пытаемся сделать В начале, со второго по седьмой стихи Господь говорит Он уничтожьте все идолиское Полностью Очистите там все Потому что это будет Домом Божьим И с 29 по 31 стихи Кетов И с 29 по 31 стихи Он говорит Что все это будет сохранено Он уничтожит Он уничтожит По пустыне Он получает Много заповедей Много законов Он говорит Он говорит Что ты делаешь Ты делаешь После того, что не говорится Ты получил Все время там говорится Что если будешь делать Вот так-то, так-то То будет тебе хорошо Не будешь это делать Будет тебе проклятие То есть Теперь Из-за того Компания Эти церкви Вы спросили ОК Все что мы говорим Ты председаешь Каким Китационным Каким Думанам Харидин Что Боним Гвулы Гвы Гвы Так что Вы скажете мне Так что ты предлагаешь Тут столько много заповедей Столько много Вещей Которые нужно исполнять Или не исполнять Что мы теперь должны Превратиться В таких вот религиозных Которые строят Заповедь на заповедь Ответ мой нет Однозначно нет И вот Эти всяческие Радикальные Религиозные движения Они строят Заповедь на заповедь И таким образом Огораживают себя Вообще От исполнения Эти заповедей Не совсем так На самом деле Они пытаются Исполнить эти заповеди И пытаются Сохранить себя Чтобы С защитить себя От неисполнения Эти заповеди И поэтому Устроят различные Дополнительные заповеди Но Господь нам Показывает Что-то другое Я никого Судить не собираюсь Религиозные Религиозные Какие-то Убеждения И их жизни Портились Они Исушались Изнутри Весыхали Изнутри Как мы говорим И Elohim Не אומר И нам Лучше Идем Если мы Прочтем Начало 13 Главы От Которого Девого Эшер Энухи Метцве Этхем Отто Тишмей Лучше Не Тосеф И Не 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 Пасок Решен Сперва Стих 13 Глава Если Восстанет Среди Тебя Пророк Парк 13 Пасок 1 Это Кац Музаб От Которого Девого Эшер Энухи Метцве От Что Господь Бог Заповедил Вам Соблюдайте Лучше Лучше Не Тосеф И Не 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 Добавляйте К нему И Не Не Убавляйте Из Этого Ничего Господь Дает Нам Много Заповедей Повелений И Все это Ради Нас Как написано В 1 Коринфянам 10 Главе Как написано В 1 Коринфянам Как написано 10 13 Десятая глава с 13 стиха. Нам нужно исполнять заповеди, которые Господь Бог заповедовал нам. Не придумывать что-то новое. Или делать вид, что мы якобы исполняем заповеди Божьи. Вспомните историю Надава и Авиуда. Были люди, которые боялись Бога и любили Его. Они делали, любили делать дело Божье наилучшим образом. Но вдруг они решили сделать что-то иное, иным образом. И принесли туда чуждый огонь и на месте погибли. Но это не значит, что мы... Это не значит, что мы не должны стараться. Это не значит, что мы должны пытаться. Мы должны для того, чтобы исполнить заповеди Божьи наилучшим образом. Не придумывать закон и заповеди Божьи наилучшим образом. Это не то, что сказал Господь. Сейчас эта глава наполнена различными интересными темами. Но я выбрал три, о которых я бы хотел поговорить. Если мы рассчитываем на первую точку, которые мы сейчас говорили. Это стандартные. Стандартные для михия. И вот первая часть. Я бы хотел посмотреть на стандарты жизни. Вот когда мы въезжаем в новую квартиру или в новый дом. Мы какому меоменим. Мы любим ленакот о коль. Након, что все, что нам кажется нечистым, неубранным. Мы, конечно, все это убираем, очищаем, красим. Для того, чтобы это было нашим домом. Чтобы это превратить в чистый дом для нас. Для нашей жизни. В этой первой части я очень вижу вот эту связь. Уничтожить идолов. Очистить землю от идолов поклонца. Так же, как мы въезжаем в новую квартиру. И второе обращение это чужие боги. В 13 главе. Продолжаем со второго стиха. «Ки якум בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן לך עות או מופת, ובא העות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעת ונאבדם. «לא תשמע אל דברי הנביא האו או אל חולם החלום האו, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל אבחכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תראו, ואת מצוותיו תשמעו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבדון, ובו תדבקון». זעד פסוק חמיש. אז אנחנו קורם פה על יקום אדם, ילך אחרי, עם שוחות אין, ילך אחרי... אז אנחנו רואים שכאילו מנסים למשוך לאלילים כלשהם. ומי הם האלילים? אם אנחנו מסתכלים על אותה תקופה... אז מדובר כנראה באלילים קנעניים. יתכן וזה היה גם נפילים. זאת אומרת, התקופה. היו בעלי כוח. אנשים פחדו מהם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על האלילים, שאולי אנחנו חווים בחיירותינה שלנו היום, אז עולים כל הדברים הסטנדרטים שאנחנו כנראה כבר מכירים, שזה, לדוגמה, הממון, הכסף, בצע... וזה, вполне могут быть такие вещи, ככה, любовь к דנגам, בשר, סמים, אלכוהול, זנות, נרקוטיקי, פרלובדיאניה, וסושל מדיה. ועוד зависимость от אינטרנטה. וכל דבר אחר שלוקח מאיתנו, יותר תשומת לב, מה שאמור הלכת לאלוהים. אז יש לי עוד שתי דוגמאות, כאלה שאני ראיתי, זה פשוט ישר עלה לי כשאני חשבתי על זה. יש еще דבר אומניה פרמירה, כתורי, вот, я бы хотел с вами поделиться. אם נסתכל 70 שנה אחורה, מה היו האמונות המסיביות, שאנשים ארגו באדם? אז אני רוצה לקרוא מירמייה 23, פסוק 16. הוא מצטט בדיוק את הדוגמה שאני הולך להביא עכשיו. כה אמרה אדוני צבאות, אל תשמעו אל דברי הנביאים, הנביאים, לכם מעבילים, הםה, אתכם חזון, לבם ידבו לא מפי אדוני. так говорит господь צבאות, נסлушайте слов пророков, пророчествующих вам. они обманывают вас, рассказывают вам мечты сердца своего, а не от уст госпודних. они постоянно говорят, אושם, מספיק, פסוק אחד. פסוק אחד, כן, אוקיי, אז, עכשיו נחזור לדוגמה הזאת, אז, מי מכיר את אדון לנין? давайте, כפרвому פרמרו, вернемся, кто помнит, такого товарища, לנינה? שהתחיל את הקומוניזם, который начал קומוניזם. ואדון היטלר, атакова товарища, כזוואת גיטלר, который создал נציזם. אז, קומוניזם ונציזם קיבלו כל כך הרבה תשומת לב, вот, вот эти движения, קומוניזם ונציזם, они очень много говорили. הם קיבלו סוג של מעמד של דת. они были פרקטически רליגиями. אנשים, בעד הקומוניזם, בעד הנציזם, פשוט רצו, קיבלו, קיבלו את החיים שלהם, את החיים של המשפחה. עשו השמדה אמונית. ותכים образом, אונשטזעלי נרוד. אז, זה כאילו, עוד כמו שתי דתות שמתחת לב שלנו, אבל אנחנו לא כזה חושבים על זה. ואתה, ואתה, ריאלный פרמר, שאילו, כאילו, כאילו רליגיה, произошло рядом с нами, ומי, לא סילד, לא סילד, לא סילד, לא סילד, לא סילד, אנחנו אומרים, אוקיי, כל האלים כבר מתו פעם, כאילו, הם היו, זהו, ויש כל כך הרבה דברים מתחת לב שלנו שיכולים להיות תחליף לאלוהים. ואלוהים הביא לנו את כל זה כדי לבחון אותנו. כמו שקראנו לפני זה בפסוק ארבע, לא תשמע על דברי הנביאו או על חולם החלום כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת האשכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבותכם ובכל נפשכם. נסлушайте סלוב פררוקов פררочתו ושכם, אני אבמנו את вас, רסקזו את ומצטי סרצה סוויו אני עד אוסט גספודних. ובראשית עשרים בתייה 20 גלבה פסוק שלוש אנחנו מקבלים את זה באחד המצוות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי קצת משהו אחר כתוב לי בראשית 23 כתוב לי על אבי אבי מלך תגיד אני אתרגם בעצמי אה, סליחה זה שמות שמות כתבתי בראשית איסחות 20 גלבה איזה פסוק שלוש נראה לי 23 23 לא יהיה לך אלוהים אחרים ביקי בקצה לא, אתה עדנה איזה תה תה בלה דיסטי זה תה שאו דניבודית תה דרוגי בגב וגם 20 גלבה 20 20 20 20 20 20 וראשונה לקורינטים אותו בעשר הרבה יש בדיוק אותו דבר מדובר עכשיו במתי 24 24 כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להתאות אם אפשר גם את הבחירים ישר לי כל זה עוד ועוד יש כל כך הרבה מקומות שמדובר על זה אל תלך אחרי מישהו שדובר שקר ואל תאמין באליים אחריים ומשם משהו מלג מי ספס פיסני פריוודית וצטעת כדי גברית לא די זו לג פרפוויד שמי לא די זאת 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 אבל זה 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 סמי סמי תה לילים 115 4 פסלמי 115 כן 4 8 נראה לי רוסית זה שונה כן יכול להיות 115 4 5 מה משמעות שם עצבהם כסף וזהב מעשה ידי אדם זה פל להם ולא ידבו עיניים להם ולא ירו עוזניים להם ולא ישמעו עף להם ולא יריכו ידיהם ולא ימישו רגליהם ולא ילכו לא יאגו בגרונם כמו הם יהיו עושים כל אשר בותח בהם 114 פסלום אולי נוצץ ויפה חוץ מזה זה כלום אז רק רוצה להודד אתכם דאו מי הוא האלוהים בראשונה לילה יוחנן זה ממש קצר פרק 5 פסוק 21 הוא אומר ילדיי ישמעו לכם מן האלילים אז אני רוצה אז אני רוצה ממיש לב Inside מת IPS איף אישי עברת עשי אולי ודבירת על שטנדרטים И вот предыдущая наша часть говорила о стандартах жизни, построение, может быть, как говорит вам совесть, чтобы очистить дом, очистить место, потому что это место Дом Божий. И Господь дает нам стандарты, по которым нам нужно жить, так же наши дети должны жить на основании своих стандартов. Я хочу привести, в пример, мою семью. Все, что вот когда мы еще были маленькие, родители видели, что-то не так в нас, они останавливали, объясняли, говорили, почему это нельзя делать. Спасибо Господу Богу, спасибо родителям, которые внимательно воспитывали нас. И сегодня вся наша семья верующая, и мы служим Господу Богу. И я призываю вас быть внимательным к своим детям. И последнее, это заповедь чистой еды, кашрут. Если мы смотрим 14 главу, 14, что-то? Штор Законий 14 глава. Господь говорит, что мы его представители. И наша ответственность быть чистыми, и внешне, и внутренне. Если мы начнем с первого стиха, 14 глава. Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нерезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими, поумершим. Ибо ты, народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Первая часть говорит о внешнем. О чистоте внешней, не делать нарезов, наколок. Не посвящать это как кому-то умершему, например. И мы, если видим, раньше тоже об этом говорилось, чтобы не делать вреда своему телу. И если мы видим, читаем стихи с 4 по 8. Это, в внутренней чистоте. И вот в этих стихах написано уже о чистоте еды, то, что в нас входит. Написано, что никакой мерзости нам не нужно есть. Я думаю, что вы все хорошо эти вещи понимаете, знаете, о чистоте еды, о кашеруте. Некоторые мои друзья говорят, что, ну, сегодня можно есть и кашерную пищу, и не кашерную. И они основывают эту теорию на Диане Апостолов, 11 глава, с 4 по 9 стихи. Диане Апостолов, 11 глава, с 4 стиха. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, в городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в устам мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что очистил Бог, того ты не почитай нечистым. Я не разделяю это мнение моих друзей, которые говорят, что можно есть и кошерные, и не кошерные. Давайте посмотрим в корень того, как это преподносится нам, чистая и нечистая пища. Мы будем быстро это делать, потому что, в принципе, эти вещи повторяются. И в первый раз, когда мы слышим о чистых и нечистых животных, это книга «Бытие». Седьмая глава, второй и третий стихи. Это история с новым, когда Господь повелевает ему брат чистых и нечистых животных. Там написано каждый твари в паре, чистых, столько ты, нечистых во столько. Да, 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 да. Чистых по-7, нечистых по-2. И в сфере, в первую очередь, мы видим, что я читаю это начало. Дальше числа 11 глава. И там говорится о животных, у которых разделены копыты, которые живут жвачку, что это чистые животные. Так же, и в Терзаконии, 4 глава. Зот הב�има, что ты кушал, шор, сэ, квасим и сээзим. И перечисляются, что коровы, быков, можно кушать, потому что это чистые, всякие скотты. То есть, мы видим, что для каждого уровня Танах, мы видим, что много, много раз, даже, даже, две главы, мы видим, что это очень важно. То есть, мы видим, что есть, что не есть. И вот эта история издъяния про Петра, видение Петра, то, что мы читали, это не означает, что все, то, что раньше было для вас нечистым, теперь вы можете есть, потому что Господь сказал. Господь не меняет. Кейфа, не исправляет Писание. У него даже нет власти это сделать. Даже Иешуа это не сделал. В Матфея. Парк 5, Писание 17-19. Пятая глава, на Горне Пропвиц, 17 стих. Иешуа אומר, «Аль תחשבו שבאתי לבטל את התורה, או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים, אמן אומר אני לכם, «Ад אשר יעבור השמיים והארץ, אף יוד אחת, או תג אחד, לא יעבור, מן התורה, בטерм מתקיים הכל». «Лכן, כל המפר, אחת מן המצפות הקטנות האלה». «Аль תחשבו שבאתי לבטל את התורה, которую נקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה הוא מלמד, הוא גדול נקרא במלכות השמיים». Матфея 5, 17, на Горной Пропвиц, цитата слов Иешуа. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо, действительно, говорю вам, «Доколи не придет небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Итак, кто нарушит одной из заповедей, малейших этих, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. «Ешуа не опускает ничего из Танаха». «И то же самое и Петр». «Поэтому Кашрут остается Кашрутом, чистая пища остается заповедью для народа Божьего». «Но то, что говорит здесь Петр, это отношение к другим языческим народам». «Уважение других народов». «Например, в азиатских странах». «Если вас хотят накормить и приносят еду, а вы отказываетесь, этим самым вы выражаете неуважение к тому человеку, который вам это подает». «Поэтому есть различные такие культуры, которые нужно уважать». «Поэтому заповедь чистой, нечистой пищи остается актуальной». «Во мне хочу закончить». «Я хочу пробудить вас немножко». «Во мне повторить стих, с которого мы начали». «С которого начинается эта глава недельная». «Бережи...» «Дברים...» «11». «Мечте месцера, нехон?» «Мечте месцера, нехон?» «Лу, это 11». «Мечте месцера, нехон?» «Пасок 26». «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». «Вы выбираете, что вы хотите, благословение или проклятие». «Господь дает нам свои стандарты для жизни». «Он не дает нам больше, чем мы сможем исполнить». «Во мне говорит, не прибавляй и не убавляй закон о себе». «Будьте верны, Господу Богу». «В этом воспитывайте своих детей». «Тесמעу מאלוהים אחרים». «Деляйте их от идола поклонства». «Взелу». «Все». Субтитры создавал DimaTorzok